Если можно, презентацию. Я старался. Добрый вечер, участники. Не знаю, по привычке или как уж, по традиции, спрашивать группу компании, кто-то знает или нет, поднимите руки. Окей. Я так и думал. А теперь скажите, пожалуйста, по-другому. Вот это всем знакомо? Да-то это всем знакомо. Да, я думаю, что большинство уже понимает, что группа компании «Евка» занимается производством масла, майонеза, йогуртов, ну и еще маслопродукций. Это начало мне нужно было для того, чтобы перейти к задаче и чтобы был понятен контекст, о чем мы будем точно говорить, собственно говоря. Ну, помимо этого, пользуясь случаем, расскажу про то, что наша компания производит еще и специализированные жиры. Это жиры специального назначения, которые используются в кондитерских, в хлебоболочных, в мороженом и так далее. Не могу не похвастаться, наша компания обходит в тройку крупнейших в России переработчиков масло-жировой промышленности. Мы являемся в сотне крупнейших частных компаний по версии журнала «Форбс». Ну, в общем, стараемся, развиваемся, собственно говоря. Что позволяет нам держаться, собственно говоря, и достигать этих позиций? Постоянное развитие, постоянный поиск улучшений, новых технологий, собственное развитие, развитие кадров. И это все, в общем-то говоря, привело к тому, что в 2014 году нам для того, чтобы систематизировать и использовать накопленный опыт, нам пришлось, то, что мы как вынуждены были, что ли, как мы создали, инновационный центр. Инновационный центр, в котором реализовали ряд лабораторий и оснастили их высоко-классным, уникальным, как в каком-то роде оборудованием. Ну, и кроме того, инновационный центр позволяет нам готовить и высококвалифицированных специалистов для нужд компании, в том числе и управленческих персоналов. Вот. Ну, какая задача? Исходя из того, что я предыдущую предысторию, которую рассказал, понятно, что всю продукцию, которую мы производим, нам приходится реализовывать через розницу, через сети, через магазины. Вот. Запрещенные. Представитель Ашана озвучил передо мной хорошую задачу. Я думаю, что если участники Хакатоны реализуют, они... Нам все пользуются, почему-то. И в нашу, в общем-то, реализацию нашей продукции. Значит, что нужно? У нас при реализации продукции через магазины необходимо, ну, в рамках того, что жесткая конкуренция идет, необходима представленность на полке. Эта представленность на полке для каждого типа магазина разрабатывается отдельно, то есть формируется определенный стандарт, характерный для того или иного формата магазина. Ну, для того, чтобы этот формат выдерживался в том виде, в котором он нужен, привлекаются так называемые мерчендайзеры. Эти мерчендайзеры могут быть или наши от производителя, или там нанимаем в сетях, в магазинах, собственно говоря. Но факт состоит в том, что поддерживать вот такую вот типа идеальную выкладку товара, ее возможно, но человеческий фактор влияет по-своему, собственно говоря. И мы сталкиваемся с тем, что получаемый раз вот такие вот среди колбасы, там, майонез, не так, чтобы очень хорошо. Вот. Попробовать проконтролировать в ручном режиме, это, понятно, занимает и много времени, и ресурсов, и стопроцентный охват точек. Сложно, в общем-то, это сделать. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы участники Хакатона создали, ну, чат-бот-сервис на любом из популярных мессенджеров, телеграм, ватсап, вайбер, там, не знаю, какой удобный. Вот. В котором любой покупатель, заходя в магазин и, видя какое-то несовершенство на выкладке нашей продукции, может сфотографировать, отправить его на сервер. Сервер, там, соответственно, распознает картинку, там, сравнивает ее с идеальной, и при этом получает, там, адрес магазина, да, номенклатуру.